Города славятся своими достопримечательностями. В городе, который был основан в X веке, Турове, каждый кусочек земли наполнен историей. О древних храмах, каменных крестах и известных людях, прославивших Туровщину, узнаем сегодня. В повести временных лет Туров впервые упоминается под 980-м годом. Это был древнейший город на территории летописного племени Дреговичей. В X-XII веках он был крупным экономическим, политическим, культурно-духовным центром Туровского феодального княжества. Имел прочные связи с Киевом. В Турове довольно рано распространилось христианство, и епископская кафедра здесь создается в 1005 году. В 1865 году в городе был найден фрагмент Евангелия Туровского. Рукописная Евангелия – самый древний книжный памятник Белоруссии и один из древнейших в Восточной Европе. Оно свидетельствует о распространении письменностей христианской культуры в XI веке. В Турове родился, жил и проповедовал восточнославянский златоуст Кирилл. О его творческой деятельности говорят множество оригинальных самостоятельных произведений в виде молитв, церковных поучений, сказаний. А еще в древности в Турове насчитывалось более 75 церквей, за что город называли Вторым Иерусалимом. Туров, как таковой духовный центр, был как бы Вторым Иерусалимом. Здесь, по письменным данным, насчитывалось около 40 церквей, а политописными, по преданиям различным, около 80. Это было где-то в XI-XII веке. Но уже со временем, когда распространенностью было не только православие, католичество, различные другие религии, православие отходило на второй план, а еще больше православие пострадало во время Советского Союза, когда большинство церквей закрывалось, их разрушали, и вот, к сожалению, на сегодняшнее время в Турове где-то пять церквей только осталось. В Турове первые деревянные христианские храмы начали возводиться в 1005 году. В XII веке на Замковой горе был построен каменный храм. Это было самое крупное монументальное сооружение на территории западных земель Древней Руси. Но он долго не просуществовал и был разрушен землетрясением 1230 года. До наших дней сохранился только его фундамент. Сейчас этот храм является одним из объектов Туровского краеведческого музея. Каждый год 11 мая в день памяти святителя Кирилла Туровского в скрипте служится божественная литургия. Еще один памятник архитектуры – деревянная церковь всех святых, построенная в 1810 году. За 200 лет своей истории она ни разу не перестраивалась, пережив многочисленные войны и советский атеизм. В первозданном виде храм и сейчас является центром православия Древнего Турова, трепетно берегая корни нашей духовности. Всесвятская церковь хранит овеянный легендами и преданиями каменный христианский крест. До недавнего времени здесь находилась мироточащая икона Николая Чудотворца. Еще одна загадка Турова – каменные кресты из Полины. На Борисоглебском кладбище в Турове из земли растет каменный крест. Считается, что он несет какое-то знамение. Каждый год крест вырастает из земли на несколько сантиметров. Как в высоту, так и в ширину. Есть версия, что это один из тех трех крестов, которые приплыли в Туров из Киева, под Днепру и Припяти сразу после крещения Руси. Любопытно также, что все кресты каменные и плыли они против течения. На месте кладбища в древности находился Борисоглебский монастырь. В начале 20 века здесь обнаружили каменный саркофаг, в котором, кроме останков, были длинные золотые нити. Предполагается, что это и было захоронение Кирилла Туровского. На территории города есть еще один третий – каменный крест. Он находится возле кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Этот храм также был построен в XII веке, но через столетия был разрушен в ходе татарских набегов. Святыню полностью восстановили в 2013 году. Появление каменных крестов в этом древнем городе объясняется пока только легендами. На вопросы «как» и «для чего» пока никто не ответил. Однако известно, что Туровские растущие кресты стали местом паломничества. И если собрать все удивительные случаи исцеления, то получится большая книга. Например, две слепые от рождения девочки из Гомеля после пребывания на Туровской земле обрели зрение, а у бездетных пар появлялись дети. Для многих туристов достопримечательности и тайны Турова – это, пожалуй, одна из причин, чтобы посетить этот небольшой городок Белорусского Полесья. И здесь, несомненно, каждому откроется легенда об этом необычном месте. Существует легенда, что когда князь Тур строил город, он построил также и колодец, у которого было три дна – медное, золотое и серебряное. И ходила легенда, что когда пробьется первое дно, оно затопит только сам город, когда пробьется второе дно, оно затопит какую-то определенную часть, а когда уже пробьется последнее дно, то оно полностью затопит весь мир. На самом деле, судя по легендам местным, по историям, которые здесь бытуют, то этот колодец на самом деле существовал. Вот недалеко от городища, где-то там. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»